Арестовали меня после того, как меня вызвали на расширенное задание правительства, я туда не явился. Но опять-таки это было не потому, что я там какой-то такой шаг, что я им перенебрег, как они это все воспринимали. Нет, это был расчет просто простой, что я понимал, что у меня нечем с ними разговаривать. На какой предмет будет разговор? Будет разговор на предмет, что надо сворачивать МММ, прекращать и прочее. Естественно, мы ни до чего не договоримся, то есть мы не поладим. Сейчас я воюю с властями, с государством, это такой монстр, но он неповоротливый, инертный. А так я получу конкретных врагов в лице там конкретно Черномырдина, Петрова, Сидорова, потому что они лично обидятся, что как это они такие великие, что-то посоветовали, а я их советы не послушал. Понимаете, это уже другая ситуация, когда ты имеешь личных врагов, она худшая. Поэтому я не пошел, вот только поэтому я не пошел, а вовсе не потому, что я там какой-то такой шаг хотел совершить, там вызова. Правительство здесь ни при чем, и никаких ни гарантий. И сейчас вмешиваться не будет, не будет. Дело судебных органов. Когда у меня начались проблемы с властями, я сразу заявил, что, коль скоро так, я завтра же собираю референдум, а референдум был тогда высшим органом, то есть он мог менять Конституцию и вообще все, что угодно делать. А для сбора референдума требовалось миллион подписей, а у меня 10 миллионов вкладчиков. Что я сейчас за неделю соберу референдум и всех вообще нафиг, правительство, президенты, всех вообще, коль скоро так. Это была очень серьезная угроза, это все прекрасно понимали. Поэтому вот все сплелось так, что ситуация, что, во-первых, есть человек в государстве, абсолютно неконтролируемый, который может завтра вдруг проснется в плохом настроении, соберет референдум и вообще тут неизвестно чего учинит. Плюс вообще вот это с приватизацией, конечно, все это уже была война. Как при всем честном народе, за миликчиком, а вроде как пришел к нему отряд, очевидцы говорят. Когда меня арестовывали, у меня была квартира трехкомнатная, но она у меня сейчас вот эта, я в ней прописан, на Фрунзенской. И вот она имела такой вид к моменту ареста. У нас все три комнаты из мебели, там только письменный стол и кровать, и больше ничего, но и кресло. Все стены до потолка заставлены книжными полками, до потолка совершенно. И посреди каждой комнаты огромный аквариум, все. То есть квартира имела абсолютно нежилой вид. Меня арестовывал лично зам, тогда у нас была налоговая полиция, и вот руководителем был Алмазов, а его зам первый лично приехал меня арестовывать. Я вообще-то практически не пью. Ну, так, могу выпить, но очень, но практически не пью. А тогда появились продажи вот этих Абрау-Дюрсо, каких-то подвалов 2020 года. Ну, и я сказал, что мне купили, и мне купили там, я не помню, штук 20 или 30 этих бутылок. А у них некуда было стоять, у меня там нету ничего. И поэтому я их поставил прямо на пол. Ну, вот стояли у меня на полу эти бутылки, причем полные, неоткрытые. И когда эти все вошли, я лежал на этом самом, на кровати и смотрел телевизор. Они вошли всей толпой, и потом этот пишет. Его спрашивают, как вы арестовали Мавроди? Когда я вошел, Мавроди валялся на кровати, весь пол был завален бутылкой. Причем могу сказать, что сам он был пьяный совершенно. Так между нами, значит, сам начальник. Ну, как это, ну, вот видите, причем я все правду сказал. Действительно, я лежал, но я, правда, не валялся, я лежал. Действительно, пол был не завален, а стояли бутылки. Ну, по его словам, ну, понимаете, картины. Вот Сережа арестован, на Петровке он сидит. А он не вор и не бандит, почему он там сидит? Как это вот ситуация вот сейчас? Вот какие-то олигархи, вот потом чиновники, вот у всех у них какие-то там дворцы, машины. Ну, у него есть зарплата. Вот задайте ему простой вопрос. У него есть зарплата, но она высокая, предположим. Но не настолько, чтобы покупать дворцы, машины, яхты. Откуда он это все берет? Ну, откуда? Ну, ворует. На Петровке 38 собралась опублика. Как свободен был Мавродик, всем хватало бы рубликов. Вот был суд. Я осужден. Я получил 4,5 года, я ехать сидел. Я приговорен к штрафу 20 миллионов рублей. Эти 20 миллионов рублей я фактически тоже выплатил, потому что они есть среди арестованных средств. Там 700 тысяч долларов, по-моему, там 300 миллионов рублей здания. То есть все. Больше я ничего никому не должен. Я чист перед законом. И вот если бы я на этом бы успокоился, у меня бы не было никаких проблем с властями. Но в чем нюанс ситуации? Вместо этого, там есть вообще в деле, в материалах дела, есть информация. Потому что там есть 8% факций, ну, около 8% факций Газпрома, нефтеперерабатывающих предприятий. Это порядка, там, одних акций Газпрома свыше 15 миллиардов долларов. Все это оформлено на меня. Я бы мог спокойно взять эти средства, жить, поживать и добра наживать. И ни у кого бы не было ко мне никаких претензий. Со стороны властей это всех бы устроило. Ну, еще один олигарх, да бога ради. Вот пусть живет на своих богамах там, все. Вместо этого я заявляю, что ничего подобного. Я считаю, что эти деньги не мои. У меня есть моральные долги перед вкладчиками, которые доверили мне эти деньги вкладчикам. Я их не собираюсь присваивать. Я их собираюсь выплатить. И вот эта ситуация никого не устраивает. Вот в чем проблема. То есть все говорят, что вот он там мошенник, он там деньги украл. А на самом деле никого не устраивает ситуацию, что буду выплачивать. Потому что представьте себе, что будет, если я начну выплачивать миллионам людей. Я превращусь автоматически в фигуру политическую такого масштаба и таких размеров, что, ну, это будет представлять угрозу. Даже сейчас. Вот была, если смотрел кто-то, передача к барьеру, там была моя доля с Кенштейном. Я там проиграл. Я проиграл там один к трем, что ли. Или что-то в этом роде. Это что означает? Это означает, что у меня рейтинг 30%. 30% людей меня поддерживают. Это у человека, которого все объявляют мошенником, у которого было решение суда, назван мошенником, про которого только негативная информация везде. И тем не менее. Вот у кого еще такой рейтинг, ну, кроме президента? А теперь представьте еще, что будет, если я начну выплачивать. Вот. В чем суть моих проблем. Ну, вот у меня нет ни малейшей ностальгии. Вот, хотя нынешняя власть мне ничего хорошего не дала, я вот только что из тюрьмы освободился, и сплошные имя тут беды. А тогда, в общем-то, я был, ну, по тем временам, ну, хорошо я жил. Но у меня ни малейшей нет ностальгии по тем временам. Потому что вот эта атмосфера серости, вот какой-то беспросветности, она мной настолько остро чувствовалась. И поэтому, в общем-то, это и послужило, это и было главной причиной, почему я ушел из вот этой стабильной, спокойной, нормальной ситуации в никуда, по сути. Потому что бизнесом тогда было заниматься очень сложно, никаких особых денег это мне не давало. То есть я, в сущности, с материальной точки зрения немного выиграл, если вообще выиграл. Просто вот это ощущение свободы какой-то, ну, независимости, вот это главная была причина, вероятно. Я занимался звукозаписью и видеозаписью, вот это и был мой бизнес. То есть занимался достаточно успешно. Ну, проблемы с властями у меня тогда уже постоянно возникали, потому что, в общем-то, статья была «Незаконное предпринимательство». Возникали, ну, не особо, честно говоря, но возникали постоянно. Ну, потому что это вроде бы была такая незаконная деятельность, но она была безобидная с точки зрения власти, особо за это не преследовали. Когда появились кооперативы, ну, сейчас уже все подзабыли, вот это ощущение свободы, вот какой-то свежий ветер, вот что до этого было, ну, что-то совершенно беспросветное и серое, и вот появилась возможность чем-то заниматься самостоятельно. И вот, естественно, совершенно для меня было, что я попытался заняться самостоятельно бизнесом. Ну, вот кооператив – это была единственная форма тогда этого бизнеса, поэтому мной создан был кооператив. Вот он назывался МММ, потому что это просто фамилия, меня спрашивают часто, почему МММ, что это за название. Это просто фамилии, начальные буквы – фамилии инициативной группы. Тогда все продавали компьютеры, ну, и то, что я был программист по образованию, это мне в какой-то степени помогало. Ну, опять-таки, ну, что значит помогало? Ну, помогало в том смысле, что я мог как-то как-то разбираться в этих компьютерах, но это всегда можно пригласить, в конце концов, специалистов, и это не принципиально, в общем-то. Тут принципиальные качества были совершенно иные, то есть вот какие-то чисто предпринимательские инициативности, там, и тому подобное. Да, я занялся компьютерами. Когда я чем-то занимался, это было удачно всегда, в том смысле, что результат достигались. Вот, например, МММ-компьютер сейчас уже подзабыли в связи с тем, что, ну, последующие вот истории с акциями, она все затмила и уже забылся. На самом деле, это был крупнейший совершенно кооператив. И если вы помните, вот эта акция бесплатного проезда в метро, это же было вообще… МММ проводила вот именно кооператив, это не… Это было не тогда, когда уже были акции, это до этого было еще. То есть, это был очень успешный кооператив, крупнейший, там, один из крупнейших в России. Дела у него шли очень хорошо. Ну, просто потом, с течением времени, этот бизнес перестал быть актуальным. Бизнес, понимаете, нет, вот спрашивают меня зачастую тоже, а почему вот бросили компьютеры и стали заниматься чем-то другим? Потому что тогда очень все быстро менялось, но это, наверное, и всегда так. Не существует таких вот каких-то тем, которые всегда актуальны. Сегодня одно, это надо очень… Вот в том-то и состоит искусство, одно из качеств именно бизнесмена в том, чтобы быстро переориентироваться, чтобы вчера вот это было сверхвыгодно, а сегодня это уже никому не нужно, это надо понять. Это Леня Голубков, а это его старший брат Иван. Ты халявщик-то, Ленька, оболтус. Ты забыл, чем у нас отец с матерью учили? Честно работать. А ты тут бегаешь, суетишься, акции покупаешь. Я не халявщик, я партнер. Верно, Леня. Мы партнеры. АО «МММ». Леня Голубков – это не классический персонаж, с которым можно себя идентифицировать, да? Короче, если я смотрю по телевизору ролик и вижу Леоню Голубкова, я не думаю, что он – это я. А я думаю, ничего себе, урод, похож на соседа. Очень похож. Насчет Леони Голубкова и насчет рекламы в целом, с Бахетом, да, я уже работал до этого, вот его фильм финансировал. Ну, и когда возникла идея, ну, возникла проблема рекламы, он, честно говоря, склонялся, насколько я помню, поначалу к каким-то там, ну, компьютерным роликам и вообще таким. Вот он, его как-то напрягала ситуация, что эти ролики, вот. Я сказал, вот идея, что должны быть ролики абсолютно простых людей, простые истории, потому что мы обращаемся к массовому зрителю. И поэтому единственный критерий рекламы, на мой взгляд, это эффективность, то есть ее какие-то там художественные достоинства, они никакого значения не имеют. Это реклама, это не какой-то там художественный фильм, это реклама. Она для чего снимается? Она должна приносить результат. А его, вот эта ситуация, как-то она для него была новая, он говорил, ну, вот там, всякие критики, там, вот на всяких там конкурсах видишь, какая там реклама побеждает. Я говорю, да мне неинтересно, что на конкурсах побеждает, мне интересно, чтобы эта реклама имела эффект вообще. Я высказал идею, что должны быть максимально простые, причем это достигало сразу несколько целей. Почему? Потому что у нас очень массированная была реклама, это изначально предполагалось. Поэтому я считал, что реклама не должна надоедать, она должна быть все время как-то меняться. А есть и сложные ролики, они, по-моему, всего прочего, еще имеют этот недостаток, что их долго снимать. А все очень быстро у нас развивалось, поэтому если их долго снимать, то пока его снимаешь, там уже... Поэтому они максимально простые, максимально такие технологичные. Ну а конкретных уже персонажей, вот Леонид Глубков, в частности, это уже, конечно, он сам подбирал, это я. Но он мне, тем не менее, перед каждым, каждый ролик привозил, я их смотрел, то есть я утверждал их. Смотрел на рекламу, ну вот наша реклама. У нас до этого была массированная реклама, на самом деле, весьма, ну не такая, конечно, но весьма массированная. Система работы МММ похожа на большую кассу взаимопомощи. Короче, касса, это как огромный бассейн. Вот, а сюда по трубочкам вливаются. Это склады в этот бассейн, бассейнчик, и он все время помнит. У нас была адресация к максимально широкому кругу зрителей. И вот сейчас уже подзабыли, ведь до Лёни были и другие персонажи. Там были эти студенты, пенсионеры. И поначалу мы делали, вот как бы, выборочные рекламы, адресованные конкретным социальным слоям. Игорь и Юля, а это их друзья, молодые бизнесмены. Взяли кредит, а сделка сорвалась. Поставщик подвел. Теперь горюют, не знают, как кредит вернуть. Пошли, стиль, панцы. В акции, на река нет. Можно их и без налога. Слушай, жаль, ну вообще можем рискнуть. И никакого риска. Мудро, Юля, для их фирмы это точно выход. АО МММ. Но с течением времени выяснилось, что, ну вот Лёня Голубков, он универсальная такая отмычка ко всем душам. Он подходит ко всем, и незачем там этих всех, они, плодить, то есть они мешают друг другу. Поэтому мы пошли по пути, что у Лёни появлялись разные, там, брат появился, потом появился, там, Марина Сергеевна, там, жених. Вот этот момент. Причем очень быстро было осознано, что, это опять-таки Абахыба, насколько я помню, сказала, что должно быть как мыльная опера. Сюжеты какие-то, то есть придаст дополнительный интерес зрителям, будет удерживать их внимание. И это действительно было достигнуто. Прошло две недели. Сколько там набежало? Волновался Лёня. О, ё-моё! Куплю жене сапоги. Это просто Лёня. АО, МММ. Я, в частности, приходил в банк, у меня там серьёзно операционистки там подбегали, спрашивали. Они поженятся? Я говорю, кто поженится? Ну вот это там Лёня с этой... Я говорю, да это же реклама, кто там поженится? Люди воспринимали, действительно, это как какую-то уже мыльную оперу и следили за ней. И мы действительно старались очень быстро обновлять, там, они буквально менялись беспрерывно. Насчёт бабочек, я просто шёл как-то по Арбату и увидел, бабочка там продавалась в таких рамочках. Мне она так понравилась, я её купил. Потом мне она так нравилась, я пошёл ещё купил следующую. Ну и так вот началось это увлечение. Вот, кстати, самые очень забавные моменты. Вот если вы помните, у нас была реклама, тоже опять-таки в метро, там всё метро было завешанное. Из света в тень прилетает. Вот я клянулся, что это просто стихотворение Тарковского. Я не придавал второго значения. Ну вот, это невозможно поверить, а потом это всё приписывается, что это мафия, и света в тень прилетает. Но не было такого. Мне просто понравилось на стихотворение, там про бабочку стихотворение. Но потом уже невозможно было объяснить, потому что, ну действительно, когда мне это, ну я прочитал такой контекст, но он очевиден, вроде бы. Ну вот, я его не вкладывал. Ну и потом, вот когда я занялся бабочками, у меня была, ну, наверное, одна из крупнейших в мире коллекций, потому что там люди для меня скупали на аукционах бабочки, потом экспедиции я финансировал, которые ездили, вот, всякие Папуа, там, Новую Гвинею, там. Но вообще за ними нужен очень серьёзный уход. Я боюсь, что там, конечно, многое пострадало, потому что бабочки, это не просто так охранить, их надо постоянно там с ними, ну, трудоёмкие, процессы ухода за ними очень трудоёмкие, там, в них заводятся какие-то жучки, там, ну, масса проблем. То есть это, у меня был специальный биолог, который этим занимался, ну, когда я сел в тюрьму, там, естественно. Единственное, что я по-настоящему люблю в жизни, это рыбалка. Всё остальное в большей или меньшей степени безразлично от рыбалки я люблю. Я не профессиональный рыболов. Я, причём, умышленно не учусь этому рыболовству. Я бы мог, конечно, нанять себя там в те времена какого-нибудь тренера и научиться. Но я полагал, что единственная радость жизни, ещё она исчезнет, ну, тогда уж вообще будет. Не надо этому слишком хорошо учиться, чтобы это всегда была тайна, вот, пришёл на водоём и клюнет, не клюнет. Мои личные потребности, понимаете, они очень незначительные. Меня не интересовали ни машины, ничём меня это не интересовало совершенно. Ну, вот, например, там, среди у меня вот тоже материалов дела, вообще, во-первых, материалов дела в обвинительном заключении, вот, которые составлены, естественно, с обвинительным уклоном, следователями, которые меня пытались во всех грехах обвинить, в каких только можно и нельзя, тем не менее, там указано, что средства тратились на рекламу, на содержание структуры, там, на открытие новых офисов, но ни слова не сказано, что я тратил на личные нужды. Ни слова, то есть не найдено никаких там ни дворцов, ни счетов, ни яхт. То есть я не испытывал в этом ни малейшей потребности, честно говоря. Поэтому, ну, у меня, вот, и в частности, вот у меня тоже там, опять-таки, материалов дела присутствует, что какой-то там домик охотничий, где-то там в этой области, в Калужске, по-моему, угол на Селигере, да. И что там, в частности, вот, ну, обычный там дом какой-то там, или построенный, ну, я не помню уже. И там вот, в частности, телевизор «Рубин». Ну, вот как у меня мог быть телевизор «Рубин». Понимаете, вот ясно совершенно, что мне все равно было, что покупать «Рубин», там, «Сони», ну, все равно. Ну, что означает, что у меня был телевизор «Рубин»? Это означает, что у меня настолько было он безразличным, что вот охранниками, наверное, выдали на «Сони», они купили «Рубин», зная, что я все равно там даже и не увижу, что это «Рубин» вместо «Сони». У меня крайне низкий уровень потребностей. Я вообще не любил ездить с охраной. У меня была охрана, все альфы, весь вымпел, целая армия. Но я крайне не любил охрану. Может, кому-то это нравится, интересно, но мне лично ничего, кроме раздражения, никогда эта охрана не вызывала. Я любил ездить по книжным магазинам. Тогда меня еще в лицо не узнавали. Поэтому я охрану все прогонял, иногда ездил один по книжным магазинам. Москва переполнена, поэтому на этой Феррари, куда на ней встанешь? Ты едешь, она на тебя таращивается, причем она ужаснейшая, мне лежать надо. Поэтому, естественно, у меня была маленькая машина, на которой... Ну, что значит была, опять-таки? Вот сегодня у меня одна машина, но завтра перегонят другую машину. Это все на таком уровне было. Когда я все начинал с МММ, вот это вот, с чеками, там же что было? Там была... Все забывают об этом. Был же период чековой приватизации. Было распределение собственности. Вот как раз был переломный момент от советских времен, вот к новому, так сказать, демократическому, там, к современному, так скажем, обществу. Когда появлялись частные собственники, вот происходило вот в связи с этой аберрацией близости, что люди жили в том периоде, этого мало кто понимал. Но я понимал это прекрасно, что вот происходит, вот именно МММ больше не повторится еще, может, сто лет или там тысячу. Что сейчас как-то вот этот рубеж, что происходит перераспределение. Поначалу, мной же не сразу были созданы МММ, вот именно с чеками. Был еще инвестиционный фонд был создан, МММ Инвест. Он крупнейший в России, кстати. 10 миллионов вкладчиков там. То есть поначалу я пытался участвовать в этой приватизации, как предполагало государство, через чековый инвестиционный фонд. Ну, очень быстро я понял, что это тупиковый путь, потому что эти фонды были зарегулированы, они не могли там ни шага ни вправо, ни влево, полностью под госковым имуществом. Причем это превратилось в грандиозную аферу в сущности. Почему? Потому что там люди, оказавшиеся во главе фондов, они были совершенно случайные. То есть это были абсолютно случайные люди, вот чисто, вот вспомните все эти первые ваучерные, там, московская недвижимость, где они сейчас? Их нет, все они исчезли. Это было очень удобно государству, потому что они строго выполняли, что им предписывалось, и даже у них в мыслях не было, там, какое-то самостоятельное там себя вести. И вот эта ситуация с этими ячейковыми фондами, я очень быстро понял, что, ну, через них мало чем можно добиться. А там следующий же этап был денежная приватизация. И поэтому у меня была создана структура, которая аккумулировала уже денежные средства, и я собирался таким образом участвовать всерьез в разделе государственной собственности. То есть появление, вот откуда взялись эти олигархи, вот миллиардеры, откуда они взялись? Их в 94-м году не было, они из небытия взялись, то есть это просто люди. Вот там сейчас жалевят, там, Ходорковского, там, еще каких-то. А чего их жалеть? Это совершенно случайные люди. Это просто люди, которые в нужный момент, там, у которого какой-то родственник оказался, который кто-то там... Это просто совершенно случайные люди. Замените, там, я не знаю, Ходорковского на Петровского, этого на другого, никто ничего не заметит. Это абсолютно... Вот на Западе, как происходило, там бросают куски, и сильные дерутся за них. Что начально, вот это же, так сказать, дикий капитализм. Что акулы побеждают, самая крупная акула, неважно, там, она преступная, неприступная, просто побеждает самый сильный. А у нас сильных назначили. У нас акулами назначили каких-то там селедок вообще. Понимаете? Ну, это абсурд вообще. Это все равно, что там, я не знаю, назначить чемпиона там по бегу. Ну, вот если бы МММ не закрыли, то все по-другому бы было. Не было бы сейчас ни олигархов, ни миллиардеров. Эта собственность была бы распределена между миллионами вкладчиков, как и должно было бы быть в сущности. А что МММ закрыли, это тоже, опять-таки, есть материал их дела. Это вот прямо отчеты идут губернаторов, президенту Ельцину. Как идет операция по развалу МММ, отчеты налоговой полиции, Алмазу, как идут там тоже операции карательные. То есть это было развалено властями, совершенно, структура. То есть, вот говорят, пирамида Рухмана, это бред полный и чушь. Там, разумеется, был коммерческий интерес, но там, я еще раз говорю, не столько воспользоваться капиталом, потому что это уже там они смогли найти, не смогли. Хотя там вот есть материал их дела, что вывезено 17 КАМАЗов наличности с этого самого, с Варшавки во время, которые исчезли вообще. То есть, они больше не фигурируют нигде. То есть, вот их вывезли, и они растворились. То есть, вывезли ОМОНовцы, там, спецназовцы, официальные структуры, и все. Они исчезли в никуда. Но дело было даже не в деньгах, дело убрать крупного игрока, чтобы свои банки уже, с которыми были договоренности, свои люди, все приобрели. По дешевке, пока никто ничего не понимает. Это были единственные игроки, которые имели средства. Единственный, кто этому всему вмешал, это я. То есть, вот, с моими средствами я мог абсолютно вмешаться в эту ситуацию и полностью ее перевернуть. Я рекомендую, вот сейчас всякие ПИФы есть, там, эти, смотреть на то, на людей, которые стоят за ними. Вот чего они сами-то в жизни добились. Если он сам ничего для того, как ПИФ организовал, не добился, ну, чего он может посоветовать, и что он может сделать. Вот как вот была история та же, с чеками инвестиционными фондами. Ну, вот если человек до сих пор, он для себя не смог заработать миллион, то как он для вас-то заработает? Ну, неужели это непонятно? То есть, за человеком должны стоять дела. Неважно, причем, не обращайте внимания на какое-то его образование. Там начинают сразу говорить, он консультант, он там кончил тот, у него там какая-то там степень. Да все это чепуха. Посмотрите, что он сделал. За ним дела какие-нибудь стоят конкретные. Он же вас не учить там какой-то сухой науке собирается. Он собирается деньги для вас зарабатывать. Он сам-то заработал. Вот. Я рекомендую обращать внимание именно на это. Вот если тебе, даю, срок грозит 10-20 лет, а там, вот я сидел на спецблоке, там у всех 40 до 20, а 20 лет и выше, как правило, там у всех. Ну, если одна, как с ПЖ соскочить. Ну, как можно ждать от жены, что она тебя будет ждать? Ну, она женщина, в конце концов, у нее есть какие-то потребности. Ну, как можно от человека такого ждать? Поэтому там очень, это очень больной вопрос у всех. И понимаете, ну, я считаю, что в такой ситуации ты человека должен просто отпустить. Причем зачастую там многие начинают лукавить. И вот, например, говорят жене, что вот, там, дорогая, вот мне такой срок, конечно, не надо меня ждать, если хочешь, не жди. Ну, какой человек может на это ответить? Да, конечно, я не хочу, там, пошел ты нафиг вообще, я тебя ждать не буду. Естественно, жена отвечает, нет, 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 я тебя буду ждать. Это просто психологическая ловушка, в которую, сознательно или несознательно, мужчина затягивает женщину. Что, на мой взгляд, в такой ситуации нужно просто сделать самому первый шаг, без всяких разговоров предварительных. Вот как я сделал, подал на развод и сообщил, написал заявление начальнику изолятора, что прошу больше жену не опускать ко мне на свидание. То есть, я считаю, что, ну, потому что в тот момент, это было года через два после того, как я сел, у меня была очень тяжелая ситуация. Я был уверен, что не выйду, что мне тоже там грозит несколько лет, там, лет двадцать, а то и больше. Поэтому там все к тому и шло, просто мне повезло, в сущности, что я вышел. Поэтому, исходя из реалии вот этой ситуации, я действовал, я считал, что правильно действовать так. Ну, это, конечно, тяжелый шаг, ну, вот так вот. Я сначала отсидел месяц на бутырке, потом пять месяцев на обычной матроске, потом уже на спецблоке, вот федеральная спецтюрма 99-1, да, действительно, это, в общем-то, последний Крукада, там, четыре года я на ней отсидел. Ну, про нее вообще практически никто ничего не знает, всего там 80 человек сидит примерно. Ну, вот, как я помню, попал я на обычную бутырку, вот это было сильное впечатление. Вот представляете, вот человек, вот вы первый раз попадаете в тюрьму, но вы, естественно, в шоковом состоянии, вас ведут. Вот открывается дверь, я захожу, сидит вот зэк, такой здоровый, полуголый по пояс, вот голый по пояс, знаете, как показывают в фильмах. Есть татуированный, зубы сгнившие передние очи фирмы, картина, и камера такая, большие-большие в самом потолке, и посредине написано по-английски «Hello, America». Знаете, это просто какой-то фильм ужасов вообще. Я потом уже, когда с ним присел, говорю, слушайте, вообще, что это за надпись вообще, откуда это взялось? Они говорят, а тут негры сидели. До этого. Я говорю, ну негры, они ли не негры, ну они что, летали, что ли, как они могли там три метра высоты? А в этом спецблоке, ну там уже, ну знаете, я сидел у меня там, были сокамерники в основном, киллеры, не экономические преступления, в основном вот киллеры, маньяки. Вот такая публика. Вот последний киллер, с которым я сидел, у него 50 трупов. Веселый, читает, спит спокойно. Понимаете, это все, вот это, объясните, я не психолог, не берусь. К сожалению, есть температура плавления у всего, у дружбы, у любви, у честности. Вот и не дай бог никому это все на практике узнавать. У всего есть предел прочности. Это вот истина, которой знать не следует. Есть пропасти, в которые лучше не заглядывать. Но могу сказать вот что, что это необъяснимо психологически, почему это так, но из тюремного опыта выясняется, что, вот как ни странно, когда человек падает в беду, серьезную беду, вот типа тюрьмы, помогают люди, от которых этого меньше всего ждешь. Вот все самые близкие бросают сразу. А помогают люди, ну совершенно, от которых, ну не ждешь этого. Это, причем, вот это необъяснимо психологически, но это просто вот чисто статистическая закономерность. То есть у массы людей происходит именно так, что у какого-то там руководителя школы, там, киллер, там, карате, друзья детства, с которыми всю жизнь там, все сразу разбежались. А помогает какой-то ученик, который вообще там, он его не замечал. И так у всех. Вот почему это, невозможно объяснить, но это так. И так. Продолжение следует...